Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мне в ваших откиках очень понравилось, что многие интересуются моим образованием. Ну, значит, внесу ясность. Я окончил подавашное отделение в сельскохозяйственном техникуме жилища в Могилевской области, а потом в Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности агрономия. Много лет работал в овощевожском хозяйстве, ну, а потом уже занялся озеленением города Барановичи. Но сегодняшняя наша тема не обо мне, конечно, а сегодняшняя наша тема пойдет о том, как прогнать кротос с участка. Потому что все знают, этот зверок как бы очень многим задает новых хлопот. Понятно, что в лесу он рыхлит почву, уничтожает каких-то вредных личинок, но на наших участках он поднимает наши градки вверх, это раз, а второй его очень большой вред, что растения, поднятое вверх, начинают погибать, и он уничтожает активно дождевых червей. А дождевые черви, как вы знаете, повышают плодородие наших почв. Поэтому давайте в нем разбираться со способами, как его отпугнуть, как прогнать кротос нашего участка. Ну, способов таких существует очень много. Сразу вам замечу, отпугивающих, которых можно отпугнуть кротос участка. Ну, во-первых, давайте сразу познакомимся, кто такой крот. Ну, крота видели многие, но не многие представляют, что это животное, млекопитающееся, до 110 грамм весом, но в сутки он съедает 60 грамм корма. То есть больше половины веса он очень прожорлив, больше половины своего веса он съедает корма. И дальше крота, что очень интересно, два раза за год кроты могут вывести потомство. В одном потомстве бывает, ну, в одном окоте, как бы назвать так, логично, бывает от одного до девяти детенышей крота. И что самое интересное, что многие, конечно, не все знают, такой нюанс кротовой жизни, что длина хода одного крота может достигать пяти километров. То есть расстояние очень приличное. Ну, и последнее, не последнее, еще как бы два такие нюанса, чтобы вы знали о кротах в щепочке. Значит, кроты могут мигрировать. Если участок находится вблизи леса, значит, крот весной прибирается на участок, хозяин лежит на участке, а приходит осень, холодно, он уходит в лес, туда, где теплее. Но и самый последний нюанс, который вас, конечно, обрадует, кроты никогда не спят. Они не прекращают своей активности ни весной, ни зимой, ни летом. То есть круглый год они все роются в почве и ищут себе припитание. Вот почему на наших участках они наносят очень расшутимый вред. Даже под снегом эта работа продолжается. Ну, вот как прогнать крота с участка? Есть масса способов. Есть масса способов прогнать крота с участка. Ну, давайте разбираться. Самые простые способы, которые уже проверены мной на практике, и которые действительно эффектны. Знаете, крот животное очень чистоплотное, и он не любит, чтобы в его ходах были посторонние запахи. А мы можем помочь создать эти посторонние запахи. Делается все очень просто. Берем трапку, смачиваем ее керосином или моющим средством белизна. Вы видели, что у крота бывают такие холминки земли. Это их вентиляционные отверстия. Так вот, в этом месте, где оно есть, мы его снимаем. Снимаем эту землю, и вот в эти ходы разные запихиваем по трапке, которая у нас смочена керосином или белизной. Ну, кроту это не нравится, и он начинает уходить. Ну, потом смотрим следующее, потом следующее. Так вот, день, два, три, и мы его все двигаем к границам нашего участка. Мы это двигаем, это двигаем, и он все уходит. Это такой способ, ну, более трудоемкий, но также имеет эффективность. Ну, многие способы, которые я вот тоже прочитал в интернете, которые рекламируются усиленно. Вот типа посев бобов, там, для отпузивания кротов. Вот, потом закладка карбида. Знаете, что эти способы показали, ну, очень слабую эффективность. Потому что крот прошелся под целым радом бобов сделать свой ход, это самое. Крот вытолкал весь карбид наверх, чтобы там ему не портил эту самую жизнь. Так что, вот, эти способы я вам рекламировать не буду, потому что у меня они не показали себя. Ну, дальше, есть, конечно, электронные способы. Есть электронные способы отпугивания крота. Вот такой есть прибор, называется он кротогон. Называется кротогон. Это прибор, значит, смысл его, что там ставится 4 батареечки, срабатывает, и он начинает через определенное время пищать. Ну, издает звуки, какие пищащие звуки. Ну, через определенный интервал, там, через 10-15 секунд, какой пищащий звук. Ну, кроты как бы пугаются и уходят. Но, учтите, что этот прибор, значит, тоже, я его проверял уже не однажды, это самое, его эффективно где-то полтора месяца. Потом кроты привыкают и придут реагировать на этот прибор. Ну, далее, что и что можно порекомендовать? Ну, дальше можно порекомендовать ловушки. Как ловить крота? Ну, значит, есть ловушки, которые убивают крота на повал. Ну, вы знаете, это такие старые ловушки, чтобы были старого образца, вот с такими колечками. Вот такие ловушечки были на крота. Сейчас есть более современные уже ловушки появились на крота, но они убивают его на повал. Но, если вы защитник природы, и вам не хочется губить крота, вы можете очень просто избавиться от крота на участке. И вам понадобятся где-то всего лишь две пластиковые бутылки. Две пластиковые бутылочки, вот так видите, вот они отрезаны, две пластиковые бутылки, донышко целое в этих бутылках. Что мы делаем? Как такая ловушка действует на крота? Смотрите, опять же, вентиляционные отверстия это у нас есть, землю мы снимаем в сторону, и там получается ход в одну сторону и в другую сторону ход. И вот этой частью мы ставим эти бутылки вот так в оба направления. Почему ставим вот в таком положении эти бутылочки в оба направления? Потому что неизвестно, к какой стороне залезет крот. Ну и для того, чтобы контролировать процесс, мы не засыпаем землей, это трудоемко, мы просто-напросто ложим сверху досочкой. Обыкновенную доску ложим, кусок доски положили. И что это дает нам? Наши кроты не любят, чтобы был сквозняк в этих норах. И он начинает где-то ползти. Начинает где-то ползти, и вот он заползает в одну из наших ловушек. Но самое интересное, что он не догадается, ловушка вроде бы по диаметру и не маленькая, но он заполз, и он упорно двигается вперед. Он не догадается развернуться назад. Поэтому достаточно раз где-то в три дня досшедшку снять и посмотреть, есть ли там крот. Если там крот есть, так же достали, быстро перевернули, потому что если будете медленно, он от вас убежит. Перевернули, взяли, и вот ваш крот живой. Вы можете его отвозить, куда вам нравится, но сами понимаете, что не близко дома. Ну а эти капканы, которые уже есть, сами понимаете установку капканов, что эти капканы уже убивают его на повал. Ну если вы захотите убить на повал, то, конечно, есть немало и других способов. Это вот те же самые приманки. Но опять же, тут как бы инструкция такая очень сложная. Но замечу, что опять же в этих вентиляционных отверстиях просто выбрасываем и закладываем приманки в обе стороны. Крот выползает, наедается и погибает. Но у нас остается глубоко упорчивая, поэтому он нам как бы вреда не принесет. Есть такие вот таблеточки точно так же. Антикрот-дакфосал. Антикрот-дакфосал. Такие таблеточки так же закладываются в эти отверстия. Крот наедается и так же погибает. Так что способов, видите, как очень много, как отпугнуть крота с вашего участка. И надо заниматься этой работой, чтобы ваш урожай не повреждался, чтобы плодородие почвы не упадало, потому что поедаются дождевые черви, которые повышают наше плодородие почвы. Поэтому способ, выбор способа, как изгнать кроту с участка за вами. Желаю вам удачи и успехов в этой работе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Смотрите нас. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok